Господи, помилуй, благослови! Иисус истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, як облаке человека любец. Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Поучение из бесед святого преподобного Фёдора Студита. Поучение в неделю вторую поста. Братья и отцы, пост – доброе дело, если ему сопутствует мир, доброе произволение, благопокорность, кротость, сострадательность и другие добродетели. Но дьявол-враг и навестник нашего спасения пытается вложить в постников. Богомерзко научает их быть дерзкими и прикословными, жестокими, гневливыми, яростными, тщеславными, завистливыми и срамословыми. Цель его – причинить им большой вред и чету, лишить их благих плодов поста. Мы должны предугадывать его умышления и козни, проводить свои третьи дни мирно и тихо, с кротостью и безмолния, обращая нашу любовь к ближнему, потому что именно такой пост угоден Богу. Если же наш пост будет иным, то какой бы труд мы не понесли, он бесплоден, и мы напрасно подвергаемся злостраданиям. Впрочем, поститься нам необходимо, потому что пост исчушает тело, а душу укрепляет, обновляет. Если внешний наш человек и тлеет, по слову апостола, то внутренний со дня на день обновляется. И кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном, при избытке, вечную славу. Так, размышляя, надеясь на будущее воздаяние, будем терпеливо пребывать в добродетельных подвигах благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию и наследию святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вечного Царства возлюбленного Сына Своего. Колоссиным посланием, 1 глава. Не причащаемся ли мы, причистывая его тело и крови? А что может более сладочнее святого причащения? Оно дарует вечную жизнь тем, которая причащается с чистой совестью. Не беседуем ли мы их каждый день и каждую ночь с Божественным Давидом и другими святыми отцами и светилами нашей святой Церкви? И может ли душа получить больше утешения? Божественным Давидом и другими святыми 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 св